Стесняйтесь, ребят, не каждый день бывает так, что вы сможете... Чистки не надо применять, да? Как хочешь, Борь, ты можешь, конечно, сразу зарубить. А можешь подождать. Так, ну, значит, у нас, смотрите, у нас парень идет 3 минуты. Кто устанет, ну, я вот на замене. Вот, да. Этикет превыше всего, да? Мы начинаем наш поединок с чего? С этикета, с поклона. Поклон это этикет. Хорошо? Борь, можешь чуть сюда подниматься, что ли? Молодцы. Поджимай. Спасибо. 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 Игорь Негода. Продолжение следует... 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 Вот, вот, вот. Ноги. Очень хорошие ноги. Здесь беговую банк. И это не подтверждает. Жарная стежка. У кого бахает, а мы привезли. Дальше. Теперь беру руку. Умелко. Открывай. Умелко наседай. Умелко. 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 Огромный Time. Пойдем. Солен платить. Умелко. Пойдем подарiqudas. Умелко. Поднять Burntтовку, стул ребенка. Пойдем orchestra. Ну как Ваши ощущения? Хорошо. Уважаемый мастер, да? Отлично. Включил? Да. Воздуха хватает? Для приоткрытия? Нет, мне кажется, он нормально, да? Воздуха есть? Да, да, да. А у тебя же кондиционер? Да, включил. Нормально немножко. Хорошо. Вот. А в конце нашего занятия мы, конечно, с Вами еще выпьем чай, поговорим, послушайте сказки старых. Которые нам повидывали Шахеризару в свое время. Да, сказки мудрецов. Да, сказки мудрецов. Вот. А это тоже хорошо, понимаете? Вообще процесс образования, он не только дзюдзюцу, искусство дзюдо, он не только складывается вот в то, что мы пришли с вами здесь друг друга поломали, в кавычках. А так же в общении. А так же в общении. Недавно буквально беседовал с одним историком, изучающим боевое искусство, а может вы слышали, Алексей Горбалев. Он очень много в Кадакан видите, документы переводит и так далее. Он сказал так, что Дегор Кана, создатель Кадакан, слышали такого, да? Он 70% занятий посвящал лекциям. То есть 70% занятий это было лекцион. Философия, история, культура мировая, этика, нравственность. А 30% техники. Это вот практика, да. И он по то же время как бы вот перекладывал, да? Вот он, допустим, говорит доброта. И потом говорит, а как можно доброту развить себе? Дзюдзюцу, да? Дзюдзюдо. Каким образом? Он показывал примеры, да? Вот я могу взять с Борисом, да? И выйти спарринговать. И только ощущая друг друга, как мы друг другу проводим техники, те или иные, мы можем понять, как бы мы не доброта, а дружба. Мы дружелюбны друг к другу или агрессивны? И вот так он всё это показывал. Это вот самбо 70, видите, Астаху. Дети на него очень жаловались. Корчу, видите, всё. Много говорит постоянно, на тренировках всё что-то рассказывает. Мы хотим бороться. Ребят, ну учитесь. Он ему рассказывал технику, как надо правильно её выполнять. Он много посвящал теории. Они всё хотели, при этом у него столько хороших сослужих ребят. Я тоже хотел небольшую эймарку по этому поводу, когда Роман начал говорить. Но Борис меня предупредил. То есть, вот что происходит, да? Это пример из русской аудитории, а это пример из японской аудитории. То есть я хотел сказать, что Дзегора Кана, когда 70% посвящал введению теории, это было существенным японской аудиторией. Нашей аудиторией и моя другая, она какая-то чуть-чуточку другая. Но вот в дополнение потом начнём опять спарринг. Скажу вам, что просто по поводу Кана. Кана, он был достаточно человек умный и мудрый. И он, понимая, что всё-таки японская культура, она всё-таки узкая. Ну как бы всё-таки япония уже была замкнута до определённого времени. И он начал очень много изучать ещё культуру мира. И начал понимать, что культура мира, по большому счёту, ничем не отличается от культуры Японии. Потому что все хотят дружить, все хотят уважать друг друга, ну так заложить, да? Все хотят быть истинными, честными, скромными, храбрыми, вежливыми и так далее. И контролируйся. Это у всех есть. Ну просто где-то по-разному это свои особисти. Свои есть маленькие особисти, но фундаментально всё одинаково. Он начал изучать педагогику Европы, Америки, других стран и находить соединение. Поэтому вот, наверное, всё-таки и школа Кадакан-Зедую, и его имя так вот вошло в историю, что это не просто был человек, который сказал, ну давайте соберёмся здесь всё, кто кому летом начешет, и разойдёмся. С точки зрения образовывать. Ну что, дальше пошли? Кто с кем? Так, кто с кем еще не был. Так, куда-то сюда. Так. Все готовы? Пойдёмте. Давайте. Пойдёмте. 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 Возьмите свой отворот. Вот этот отворот. На кой гору я оттяню? Возьмите. Давай, давай. Возьмите. 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 Зачем менять? Вот так же приходило бы, ничего не делается. Вот так же приходилось. 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 Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так.